Окупанты продолжают обстреливать Херсон, как сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Утром противник нанес очередные удары по жилых кварталах города. На месте одного из попаданий начался пожар. Повреждено административное здание и частные дома. В ночь на вторник атаковали россияне из Селидова, что в Донецкой области по городу враг ударил шестью ракетами С-300. Об этом сообщает местная областная прокуратура. Вследствие попадания одной из ракет по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Повреждено по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, два гаража, пять автомобилей и линии электропередач, написали в прокуратуре. Под огнем захватчиков была и Харьковщина. В Купинске оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Вследствие удара произошли разрушения в пятиэтажном жилом доме без пострадавших. Настоящий черный день для России. Только за ночь и утро вторника беспилотниками были атакованы около 10 регионов РФ. Дроны, в частности, ударили по нефтебазе в Орле и по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнегородской области. Кроме этого, БПЛА в ночь на 12 марта летали в Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Брянской, Ленинградской и Московской областях. В Санкт-Петербурге был пожар возле ТЭЦ, а в Белгородской области, по словам местного губернатора, из-за атаки дрона в ночь на вторник без света остались семь сел. А уже днем в Белгороде дрон ударил по зданию администрации. Днем вторника атаке БПЛА подвергся и Таганрог Ростовской области. Но не дронами едиными. На российскую территорию зашли и танки. Бойцы легиона «Свобода России» РДК и сибирского батальона заявили, что идут освобождать Россию. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, сообщили, что ранним утром зашли на приграничную территорию России. Бои идут как в Белгородской, так и в Курской областях. Также бойцы публикуют видео уничтожения российской техники и сообщают о захвате населенных пунктов. Тем временем российские пропагандисты с утра вторника неустанно кричали, что никакого прорыва нет и все спокойно. Такой же позиции придерживался и губернатор Курской области Роман Старовойт. Российский чиновник заявил, что якобы действительно так называемая диверсионная разведывательная группа пыталась прорваться. Так, а все отчетно. ФСБ пошли еще дальше и заявили, что при попытке прорыва границы якобы ликвидировали свыше 100 человек. Уничтожили 6 танков, французскую артиллерийскую установку «Цезарь», 20 боевых бронированных машин, а также опорный пункт. В РФ разбился Ил-76. Случилось это в Ивановской области. Крушение самолета подтвердили и в Минобороны России. Там заявили, что при взлете на Ил-76 загорелся один из двигателей. На борту находилось 15 человек, 7 пассажиров и 8 членов экипажа. Хлопки слышали утром вторника и во временно оккупированном Бердянске, что в Запорожской области. Про взрывы заявила начальник Бердянской МВА Виктория Голицына. По ее словам, об этом сообщили местные жители. Также они наблюдали столб дыма со стороны въезда в Мариуполь. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что взрыв прогремел в районе аэропорта. Продолжение следует...